Доходы краевого бюджета на 20-й год увеличены на общую сумму 5 миллиардов 405 миллионов рублей. Из них 4 миллиарда 111 миллионов рублей это федеральные целевые средства. И увеличен объем налоговых и налоговых доходов на сумму 1 миллиард 351 миллион рублей на основании уточненных подмосток, поступивших от главных администраторов доходов. В целях создания резервов для поддержки отдельных отраслей экономики Камчатского края заставления мер социальной поддержки в условиях экономических санкций увеличен размер резервного фонда на сумму 347 миллионов рублей. Также увеличено основание Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края в целях финансового заключения затрат в группе Камчатского края проекта на сумму 79 миллиардов рублей. Увеличено основание главным доставителям средств правилого бюджета на дополнение обязательств предуволенными, вышедшими на 5 миллиардов, а также на выводы, связанные с организацией из планировых органов власти на сумму 25 миллионов рублей. Увеличено основание охраны Камчатских местов в связи с недостаточной институцией из федерального бюджета. Увеличено основание краевым государственным учреждениям и коммерческим организациям в связи с расширением площади, занимаемых помещений, а также повышением стоимости услуг за аренду, занимаемых помещений на 17,6 миллионов рублей. Увеличено субъективно Петропавловскому-Камчатскому городскому округу на обеспечение полномочий в части приобретения жилья, детей и сирот, детей и старших приобретения родителей на сумму 10,2 миллиона рублей. Также предусмотрен межбюджетный трансфер к Грюшинскому городскому округу на завершение ремонта Дворца культуры Мерегиан 32 миллионов рублей. Дотация на поддержку мер по обеспечению полномочий власти местных бюджетов в бюджет из Камчатского сельского поселения для заставления субсидий водоканал в целях завершения реконструкции организационных качественных сооружений на мысли погодной в сумме 17,5 миллионов рублей. Увеличенное сигнование Министерства по чрезвычайным ситуациям Камчатского края на обеспечение пожарной техники на 39,5 миллионов рублей. И такие серьезные увеличения для Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на субсидию на выпадающие доски с окружающим организациям по теплу на 1,763 миллиона рублей и на аналогичное субсидие на электроэнергию на 1,650 миллионов рублей. Уважаемые коллеги, как я отметил раньше, большинство из тречечных расходов имеют социальную направленность и наступают на обеспечение сохранности жизни людей и имущества. На сегодняшний день имеющиеся собственные расходы в бюджете Камчатского края не хватает. В этой связи мы в прошлом году предусматриваем привлечение коммерческих кредитов в сумме 2,670 миллионов рублей. Напомню, что в прошлом году также было присмотрено привлечение такого кредита, но правительству удалось балансировать бюджет и закончить финансовый год без привлечения заемных средств. Также в этом году могу вас заверить, что в случае поддержания вами этого вопроса Министерство финансов сделает все возможное, чтобы минимизировать привлечение заемных коммерческих средств. Продолжение следует...